привет всем кто по ту сторону экрана спасибо вам что вы смотрите мои видео посещаете youtube канал и ставите лайки на тех видео которые вам понравились для того чтобы не пропускать очередные видео советую подписаться на мой канал и поставить уведомление на колокольчик в правом нижнем углу экрана да все правильно сказал сегодня я хочу снять видео и рассказать о том о предыдущем видео там где я рассказывал о кормлении томата с 1 по 3 кисть цветения там возникло много вопросов сколько все же мне приходит удобрений на теплицу на количество растений какая стратегия полива сколько воды сейчас буду использовать блокнот так много цифр и все запомнить очень сложно и так будет немножко быстрее так давайте уточню уточню что у меня вода приходит с электропроводностью единица по гостандарту для поливной воды это предельная допустима вода для полива там есть три стандарта у меня по 3 предельная допустимая и ph воды 7 и 2 паш особо роли не играет я у себя использую напомню что меня два бака я заправляю использую это потому что мне так удобно бак а в нем нитрат кальций 77 килограмм и нитрат калия 19 килограмм 500 грамм и 1 литр хилат железа чтобы кальций не блокировал железо и было у нас в растворе железа второй бак бак б в нем в нем монофосфат калия 20 килограмм 500 грамм сульфат калия 28 килограмм сульфат магния 30 килограмм и нитрат калия 18 килограмм заправляем в этих бака добавляем по тоне воды и с 1 по 3 кисть поливаем с них больше мы туда не до заправляем и хватает нам на первую вторую третью кисть цветения и мы так делаем так удобнее каждый раз не заправляя баки когда я поливаю электропроводностью 1818 берем с каждого бака 1 как одинаковое количество раствора и добавляю столько сколько чтобы сделать электропроводность единицы на 18 это в солнечный день если в паспурные делают 2 и 2 чтобы растение не вытягивала не вытягивалась если нужно полить и тогда добавляем маточного раствора собаков большее количество сколько удобрений все все же у меня получается в тоне поливной воды вот допустим в теплице которая я нахожусь здесь 500 метров квадраты пять соток и растет 1350 растений поливаю эту теплицу я через два-три дня сейчас такая фаза развития растений то есть у нас старт таракис цветет на растение 12-13 листьев и поле у нас происходит через три дня выливаю во время полива тонну 300 тонну 400 воды из которой у меня тона 1000 литров получается с кормлением что в этой тоне у меня находится сколько каких удобрений есть нитрат кальция 327 грамм нитрат калия 160 монофосфат калия 87 сульфат калия 123 грамма сульфат магния 125 грамм и грамм 40 хилат железа все эти граммы смешать в тоне воды и это тона будет электропроводностью 18 с единицы поднимется на 18 то есть если нужно в пасмурный день сделать электропроводность 2 и 2 то количество всех удобрений нужно поднять на 35 процентов если есть причина не смешивать два этих бака смеси все в одну в один в один бак есть такое поверье что кальций вступит в реакцию в таком количестве с фосфором или магнием тогда можно пользуясь этим поверьем отдельно вносите один день бака второй день бак б вот если один день бака допустим сегодня мы вносим солнечный день бака в этом в этой тоне воды у нас будет нитрат кальция 655 грамм и нитрат калия 165 грамм электропроводность опять же мы делаем 18 независимо от дня какой бак мы поливаем 18 поливаем чтобы иметь не было меньше чтобы растение не вытягивали не вытягивались сделать меньше будет тянуться сильнее и опять же если у нас пасмурный день то электропроводность поднимаем на 2 и 2 на 35 процентов добавляем каждого удобрения больше и второй день мы льем бак б бак б и замешиваем на тону воды 174 грамма монофосфат калия сульфат калия 245 грамм сульфат магния 250 грамм и нитрат калия 153 грамма добавив все эти элементы питания у нас электропроводность в кубе воды в тоне с единицы повышается на 18 и поливаем таким раствором опять же если пасмурный день поднимаем каждый элемент каждое удобрение в отдельности на 35 процентов граммах то есть если у нас монофосфат калия 174 грамма то на калькуляторе 174 плюс 35 процентов и получается электропроводность 2 и 2 и поливаем наши растения также перед поливом перед поливом 150 литров 150 литров на теплицу площадью 5 соток приходит у нас чистой воды заполняем систему только после этого поступает тона воды с удобрением завершили тонну вылили покормили наше растение и опять же то на 150 литров воды чистой промываем систему в капельного полива чтобы там некий соли не остались и не забивали на капельный полив дальнейшем по мере роста развития растений когда будет свести 3 4 кисти когда будет свести 3 заканчивать кисть растение будет больше в размерах будет больше испарять воды тогда мы уже будем повышать и сишку если у нас будет не 18 солнечный день одета будет 2 1 2 и 2 и у нас будет больше выливаться чистой воды у нас будет литров 300 перед поливом выливаться чистой и литров 250 также 300 после полива чистой воды от он это останется опять же с кормлением только уже с большей электропроводностью и также через день между баками можно можно и нужно проливать чистой водой потому что все таки соли накапливаются только с добавлением кислоты если мы чередуем баки если у нас нет ферти от ионова стола чередуем баки и иногда между поливами между боком а и б мы вставляем бак чистой воды с с добавлением только кислоты если нам нужно растение подогнать то азотная кислота если там при старте когда нужен корень то арта фосферная кислота с нужной нам ph ph 6 на куб воды выливаем на куб воды выливается 300 грамм 200 200 300 рантан там нужно мерять кислоты и проводится полив чистой водой и таким образом таким образом с 1 по 3 кисти я кормлю растения томата то есть не было ферти ферти отцена стала то постепенно бы в кубе растворяя все эти элементы питания в цифрах которые сказал и получается такой же эффект как и при наличии компьютера для полива на этом все цифры все есть сколько на теплицу уходит на 5 соток в граммах удобрений сколько в граммах удобрений приходится на 1350 растений сколько уже выходит на одно растение тоже можно почитать там разделить на 1350 и и все на этом спасибо всем хороших урожаев ставьте лайки кому понравилось это видео кому правильно все объяснил поделитесь с друзьями этим видео подписывайтесь на канал всем удачи